Приветики и пистолетики, дорогие друзья! Как вам мой новый агатенчик? Сейчас разговор не о нем, пойдет в мастерстве. Что это такое мастерство, как оно качается? Потому что пришло время его покрутить, хоть у меня монеток мало. Сейчас расскажу, что это за монетки, откуда они берутся, какие цвета нужно крутить и кому какие цвета нужно крутить. Буду на мага показывать, но аналогично отталкивайтесь от этого и на другие классы, я думаю. Что такое мастерство? Мастерство это вы играете на классе, вот я на магии играю, и за счет опыта прокачивается мастерство. Есть 9 уровней, оно прокачивается спиралькой. Там 3, 6, 8, 9 уровень. Мы можем открыть еще дополнительные ячейки, если мы открываем все уровни. Если мы делаем в один цвет, к примеру, все ячейки, не важно, что тут будут за статы в этих ячейках, открываются все зеленые. Вы понимаете, да? Если в этом ряду верхнем будут все зеленые сверху, открывается в этой ячейке весь урон плюс 2. Если будут все синие сверху, то будет доп. урон в пвп. Если все фиолетовые сверху, будет сопротивление урону в пвп плюс 3%. Если мы откроем по вертикали, вот тут будут все зеленые, у нас откроются 2 точности. Также, если мы откроем центральную еще зеленую, это будет, получается, увеличение урона от оружия. Короче, чтобы вы понимали, открывайте... Ну, в целом, надо открывать один цвет, потому что, чтобы открывались все ячейки. Сверху открыть зеленые, тут, к примеру, синие, потому что шанс удержания, к примеру, да, синий. Тут весь урон вам нравится, потому что доп. урон в пвп такое. В синем вот шанс удержания. И тут фиолетовое. Уклонение в пвп, к примеру. Но у вас не откроются вот эти нижние ячейки. Также, если вы по вертикали будете открывать, тут зеленые, там синие, фиолетовые, то откроются только 3 ячейки и все. Вам надо в один цвет открывать. То бишь, если мы посмотрим на показатели, то зеленые это пве, синие это пвп, и фиолетовые это защитное, ну, снижение тоже. То бишь, зеленое самое крутое. Тут мы видим, что, если мы в один цвет открываем, тут у нас открывается весь урон, плюс 2. По вертикали открываем сверху вниз зеленое, также точности, плюс 2. Я бы хотел урон от умений, конечно, но урон от оружия будет как бы синенькое. Тут просто некоторые синенькие. Увеличение урона от всех стекей, ну, мне крит атака не нужна, я бы синенькое бы хотел. Ну, тут дальше у нас шанс аномального состояния, лучше шанс двойного урона, конечно же. Вроде синенькое пвпшное, вроде бы увеличение урона от всех стихий, тут мы видим увеличение урона от умений, ну и все, только из-за двух скиллов открывать. А если мы зелененькое открываем, тут и защита в пве, и снижение урона в пве, шанс двойного урона, крит атака, ну, у кого нет, очень круто, бустанет 4%. Теперь, как крутить? Сначала вы можете крутить все ячейки, к примеру, как я. Я хочу оставить шанс удержания 4%, потому что хаос срабатывает именно от шанса удержания. Вот хочется мне оставить эту ячейку шанс удержания. Вы крутите, что вам нужно именно. И, к примеру, вот в первой ячейке я вижу, что у нас получается шанс двойного урона, и в шестой ячейке я вижу шанс двойного урона. Ага, в четвертой ячейке. Вот я бы хотел еще поймать, тут бы хотя бы по 2%. И также, если я открою в одну линию цвет зеленый, то получается еще шанс двойного урона я поймаю. Ну, короче, плюс 10 двойного урона, что очень есть круто. Я вам просто говорю, вы так же самое не делайте, как я это для себя хочу. Я уверен, там есть гайды, которые ребята делают, именно которые крутые. Я вас веду именно в курс, как это делается. А именно гайды на свои классы, смотрите, ищите. То, что я ни у кого не смотрел, как это делать. Как бы, потому что, ну, мне хочется двойной урон апнуть больше, чтобы у меня было. Крит у меня за сотку ушел, вот двойного урона хотелось бы побольше. Тут я вот, видите, уже словил шанс двойного урона 3%. И когда мы закрываем хоть одну ячейку, оно переключается на алмазы. То бишь, если я нажму вот сюда, то прокрутятся вот эти все остальные ячейки, вот это останется, закрыто будет. Но также мы можем крутить за вот эти монетки, которые, видите, у меня 132 монетки. Откуда берутся эти монетки? Ну, конечно же, с паков, наверное, в первую очередь. И после того, как вы выкачали свой класс до максимального, до 9 уровня, и также, вот видите, у меня орб сап-класс. Ну, я докачивал при помощи паков, которые я покупал на той неделе. Два пятничных пака, очень хороших на рубашке. То я докачал орба, наконец-то. Ну, соответственно, если вы играете на маге сап-классом орба, то аналогично качается и орб. До максималки докачался, и сап-класс вам дает монетки, и ваш основной класс дает монетки. Чтоб не соврать, я не скажу, сколько мне насыпает, конечно. Там за день, за неделю, получается, 100 монеток на 14 день были. Я решил такой, думаю, а может покручу, может что-то получится хорошее. Весь урон плюс 2. Точность плюс 2. У меня сначала все было в синее выкручено, а потом я думаю, там в PvP уроны, там круто все. Конечно, увеличение урона умениями и увеличение всеми стихиями круто, но хотелось бы в PvE как бы побольше буста, и я решил зеленое перекрутить. У меня синее просто было выкручено, просто чтобы все ячейки были в синей, и все вот эти дополнительные ячейки открылись, которые идут как по бочке от света именно одного в линию. Что по вертикали, что по горизонтали. Ну, сейчас я попробую выкрутить хотя бы одну зеленую, хотя бы 2 урона там открыть, или если повезет, вот тут я шанс двойного урона поймаю, хотя бы, ну, хотя бы по 2% не поймать, уже будет хорошо, потом я буду перекручивать, там пытаться, конечно. Ну, в целом, так сделать. Ну, и в остальных ячейках я хочу поймать интеллект и МДР. Почему интеллект и МДР? Потому что единица интеллекта или МДРа дает больше статов, чем вы поймаете, к примеру, урон, снижение урона. Ну, снижение тоже было бы неплохо, но в целом, если я буду вот интеллект ловить, то вот 2 интеллекта дают, там, 1 урон, там, точность, да, плюсуется, плюс крит атака, но это не важно, сопротивление урона от умения. Сразу интеллект дает, сразу 4 стата. И это есть круто. Если я поймаю хотя бы 6 интеллекта, то у меня уже будет 140 урона, а не 137. И это очень круто. Сейчас попробуем это сделать. И также еще поговорим о кристаллах души, потому что я узнал, некоторые люди сразу вкидывают, чтобы выкачать, вот зелененькие, к примеру, да, не соединяют одинаковые души, потому что одинаковые души дают больше, но это дальше. Сейчас мы мастерство покрутим, потом, так скажем, подойдем к душам. Я расскажу свою точку зрения, потому что когда я делал, если вы не видели обзор на Destro, то узнал, что люди именно сразу вкидывают, как бы. Так, и шанс удержания. Это максимальный шанс, процент, который можно выролить. Вот мы видим, если нажмем. На каждом свечении может попасться один из этих статов. На любом свечении. Неважно, там вы будете в защиту идти, там в PvP или PvE, зелененькую. То бишь, сейчас попробуем крутнуть. Если мы на монетке переключаемся, всего 2 ячейки закрыты, и всего 4 монет. И мы нажимаем, изменить. Ловим МДР. Вот видим, все синенькие стали, и открылась ячеечка. Не буду тут словить интеллект бы, и закрыть, как бы сказать, крит-атаку, но такое. Тут снижение, видим защиты 3, можно поймать, но я хочу интеллект или МДР ловить. Ну, основные статы мага, как бы, я хочу именно их ловить. Выносилось. О, видим, оп, видим увеличение урона от оружия. Шанс удержания. Мне вообще, такие зеленые не подходят. Хоть и открылась дополнительная ячейка. Один интеллект. Круто, они очень круто. Возможно, я ничего и не выкручиваю еще за эти 100 монеток. Там ребята и по 2000 тратят монеток, и ничего не выкручивают. И хотя бы еще два интеллекта там где-то словить, в какой-то ячейке, и закрыть, вот это уже будет хорошо. И ждать каких-то паков, именно с монетками, чтобы купить и покрутить мастерство. Там какие-то пятничные паки. Так, сопротивление. Видите, не хочет, не хочет. Я не пытаюсь, не хочет. Всякое. Один интеллект. Давайте посмотрим, один интеллект дал мне что-то или нет. Получается и точность, и урон, если я не ошибаюсь. Дальше крутим. Чтобы случайно, конечно, алмазиками не крутить, то что это дороговасенько, я считаю. Вы вообще на вот эти нижние, ну, на вот эти побочные, которые ячейки открываются, вообще не обращайте внимания. Ваша главная цель, это вот эти 9 ячеек, которые вы закрываете в один цвет, но эти по-любому откроются. То, что я сейчас вот теряю 2 урона, потому что, ну, снижение, плюс 1, круто, но я не как бы ищу статы. Доп урон крит атака. Доп урон крит атака, видим максимальный стат, даже не половина. Очень круто, мах урон плюс 2, но если бы была бы троечка, можно было бы подумать, а так, ну, 2 нет. Вот видите, я все монетки скрутил, и не выролил ничего. Буду ждать, пока накапают монетки, и пытаться что-то выроливать. Также, не заблуждайте себя, если вы, типа, заходите на сап-классе, вот у мага моего, есть сап-класс арба, выкручиваете, вот здесь все в синенькое, и вы думаете, что орб вам будет давать статы. Нет, если вы переключаетесь на арба, то мастерство дается именно от арба. Если вы переключаетесь на мага, то именно мастерство дается от мага, то вы там сильно себе не внушаете. То, что я раньше думал, что, типа, сап-прикольно, еще мастерство от арба будет, типа, действовать, но оно так не работает. Вспросы по мастерству, если тебе что-то было непонятно, я тебе отвечу в комментариях. Давайте перейдем теперь к кристаллам, души, но кристаллы души, тут очень все легко, как бы, кто не знает, кристаллы души, если мы посмотрим, добываются в поле, там, типа, область дион, добываются вот такие кристаллы, и мы видим тут перечень мобов, которые есть в этой локации, рандомно падают эти кристаллы, также мы можем кристаллы, как достать с паков, также мы можем покупать, кажется, начиная с 60 уровня, да, уже открывается вот эта ячейка, то, что сразу по 5 можно скупать там, а потом еще 5, но это очень дорого, но оно того стоит, если мы посмотрим, какие статы оно дает, просто, ну, очень много накидывает, и снижение, и защита, и весь урон, и всяких сопротивлений, очень много статов накидывает, и два главных стата, это, ну, виталка, атака, увеличение урона, защита, а там уже смотрите, что вам нужно, к примеру, уменьшение длительности, аномального состояния, сопротивление удержания, видим, тут видим шанс аномального состояния, точность пвп, точность умений, абсолютная точность, шанс удержания, ну, видим, как-то тут по закидуали, тоже, плюс одна защита, откуда-то берется, макс хп, но в целом, вот топ урон крит атака, урон умениями, и получается, как я делаю, тут есть вот такая вот кнопочка, которая соединяет все одинаковые души, почему я так делаю, сейчас мы найдем, если синенькие одинаковые будут, вот, греб есть, да, одинаковая душа, дает на 40 больше, если мы будем не одинаковые закидывать, то получается, что мы еще дольше будем выкачивать это все дело, если, ну, к примеру, именно сейчас, вот тебе, вот просто быстрее закрыть, да, потом апнуть какую-то ветку, которая, вот, к примеру, шанс двойного урона, плюс 1%, да, тут я тоже апну, и получу, что пробитие блока, а тут если я апну, 590, что мы видим, сопротивление урона от оружия, и получить быстрее, буст, как бы, от этих кристаллов души, но мы теряем, в перспективе, типа, если мы играем в долгую, если ты хочешь там продать чара, как бы, на трансфере это обычно происходит, я таким не занимаюсь, конечно, каждый трансфер приносит новые эмоции, вот, если я не соединю сейчас одинаковые души, ну, я сначала соединю все одинаковые души, по сути, оно мне принесло что-то, у меня уже есть максимальное, вот, очень много подходят до максимального уровня, фил души очень много дают, фил души, это только для топ сайдов, красные души уже начали раздавать и работягам, которые в топ сайдах, было бы хорошо, конечно, закрыть там, к примеру, вот, получить первый уровень, это уже второй, будем получить первый уровень душу, и 73 сразу плюсиком, все души, которые уже нельзя добавить, я апаю, ближайший ап, так сказать, закрываем пятый уровень, получаем 68, также пятый уровень, вот уже второй уровень, синенький, некоторые люди кидают, сразу сюда все души, не соединяя, одинаковые, что не советую делать, если вы играете в долг, вы будете еще играть пару лет в эту игру, потому что это потом вылезет вам боком через время, тебе как бы сказать, если вы достигли уже до 10 уровня, и хотя бы вот, я закрываю, да, я наковыряю где-то 2300, и что оно мне даст, шанс двойного урона, доп урон в ПВЕ, два там, да, доп урон в ПВП, ну, оно мне сильно так не накинет же, ну, если я понимаю, там реально какой-то буст сдавало, который мне там даст качаться, ну, не знаю, как вы думаете, пишите свои комментарии, сразу закрывать коллекции, чтобы давались очки душ, как бы, или как я делаю, типа в долгую, то бишь, по-любому, также есть, вот видим, такие котики, да, котики идут в любую душу, котики быстрее апают ваши души, потому что они в каждую душу идут с одинаковым количеством, там не урезаются, они увеличиваются, котиков можно заработать на острове пробуждения с боссов, как с мелких боссов, там мы смотрим, выпадают вот такие кристаллы души, с мобов также кристаллы души выпадают, также выпадают кристаллы души, именно вот такие вот, кристаллы души пробужденные кошачья банда, вот эти кристаллы души могут подобрать все, не тот, кто передамажил, но кто знает, как в Ine2 Mobile работает, именно система лута с РБ, это как бы, ты передамаживаешь босса, с него выпадает вкусняшка, и она выпадает той пати, которая передамажит, у которой самый больше урона РБ, а вот эти именно души, как на зарычах, они выпадают, их может подобрать любой, не важно, кто передамажил, когда я был в топ сайте, еще в Justice, мы часто собирались в пати, ходили по этим мелким боссам, это не как я сейчас делаю на севере, вот Андраз, Глаки, Кабрио, Фолинд, Хав, именно я просто хожу, чтобы ударить, и получить доп награду, вот такой сундучок, с которого выпадает, для пробуждения низкого качества ордена, и кристаллы, я раньше ходил по мелким боссам, потому что с них, был шанс, подобрать, очень, ну, прилично, так бы сказать, там, вот таких кристаллов души, ты открывал их, и получал, как бы, котиков, как зеленых, там, вроде, от обычных, ну, синеньких получал, кто-то героического, с них даже получал, но мне героический выпал, именно за катакомбы отступников, я ходил, хоть их не идет, ни в какую коллекцию, но вроде за него тоже, очень неплохо насыпает, а вот, видимо, еще есть награды за уровни, чем выше уровни, это доп награда, получение впервые, типа, вы получаете первую душу, и вам доп награда, потом достичь второй уровень, легендарную душу, и вам сразу 800, ну, правильно я понимаю, накидывает, потом второй уровень, 400, да, за героические 128, например, я получу новую душу, я закрою колу 70, и того будет 200 с чем-то, да, просто я вот поговорил, делал обзор на дестра, и как бы узнал, вот эту инфу, что, типа, лучше так закрывать, или в долгую, как я, сначала, одинаковые души, а потом, чтобы быстрее открывать, и быстрее апать уровни, этот буст, нам там давал, к примеру, вот если мы апнем, макс хп, увеличение накопления энергии, 45, очень круто, это получается, мы кубки юзаем, и бонус плюс 45, больше, пиши, что тебе непонятно, пиши свои комментарии, по кристаллам души, по мастерству, если там, ну, я недостойно как-то объяснил, вроде бы, рассказал, как знал, в целом, тобой твой друг Розе,